Доброе утро. Мы проснулись. Второй день отдыха. И у нас время завтрака. К нам на блогерскую вечеринку вчера Сэм пришел. Оказывается, сбежавший. Вот не хозяин его нашел. Благодаря интернету. И через инстаграм, да? Да, и через 100 грамм. Потом. Ну пошли, сын. Сэн, пошли. Пошли. Как-то месяц он гулял, да? Да, месяц гулял. Ну все, счастливо. Лайка. Счастливо. На ремень и домой. Все там по скибочке взяли. Не хочет он дружить. Только включилась. Дубль два. Красота. Утки крякают. Все вместе. Все собираемся. Кто утро придумал. А ничего, я в 10 спать легла, для меня добрая. А ничего мне в 11 поставили специально, да? Саша, просто спнулась, приперлась. Я бы так к пяти пришла. Я тоже из палатки выкатилась. Говорю, не добрая. Но уже как-то болезнь. Все более добрая, добрая. А где этот, виновник? В машине, наверное, спит, нет еще? На сцене. А, спит? Спит еще. Так, Петровского пошли будить. Так, это будет что-то интересное. А я что-то не поняла, Витя. А где в 10 утра спикеры, вот это все? Так, а где вы, вот вас нету, все отменили. Все отменили. Как вожешь, нет. Видят, ты там в трусах. Тут куча камер сейчас залезла. Он не в трусах. Он, к сожалению, ребята, не в трусах. Давайте посмотрим, открывается ли багажник. Бедный организатор снимает его со всех камер. Все, что есть. Нет, меня, главное, разбудили, да? Да. Доброе утро. С тобой, с тобой. Мы уже давно обрастулись, уже чеи замучились спикеры. Нет, я смотрю, они все так тихо, ходь, тихо. Я говорю, а что случилось, тихо, Витя с ним? Как смес. Я только сказал, что ты сначала. Смотри, 10-20. Ну, на 20 минут уже спикеры. А кто у нас первый спикер? Вот он. Ты? Я. Он уже должен говорить. Я смотрю, сколько уже народу собрал. А ты отсюда будешь смотреть на львов? По всем прошел. По всем сагитировал. Говорю, пойдемте, потому что Витя будет сейчас переживать, что что вы там срываете. А это у тебя еще хило, да? Да. Ой, а утки разгагакают. А, их кормят. Их кормят. Они такие умные. Нормально, проснулись. Да. Все хорошо. Маслица ходила, полночи мы ее гоняли. Ой, у нас тоже. Так она у нас траву ела прямо над головами где-то. Я единственная боялась, чтобы она на голову нам не прыгнула. На палатку. И так громко она это делала. Мы пытались прогонять уже. Там и камешки не кидали. И вот, бесполезно. И где-то ушла. Теперь отсыпается, наверное. Всех погодило. Угу. С утра некоторым тяжело пришлось вставать. Но мы в 10 часов вечера легли. Мы очень легко встали. Сегодня только палатку солнышко начало греть, и мы сразу подорвались. Пойдем прогуляемся вокруг озера. Мы еще тут не гуляли. Вчера как-то даже приехали, сели, и вот хотелось просто отдыхать. А сегодня уже пойдем гулять. В общем, пойдем посмотрим, что тут есть сначала. Пробуем обойти озеро вокруг. Вот тут тоже мангальчик такой. Тоже беседочка. Вот тут даже, как интересно, для деток сделано. Бассейны. Очень красиво так все. Вот это аквазоны для детей с 10 до 19. В бассейнах родниковая вода. 200 рублей в час. 500 рублей без лимит. Сладкая вата есть. Ну, в принципе, 500 рублей на день. Для ребенка тут развлекаться очень даже хорошо, я скажу. За то, что мы палатки ставим, тоже 500 рублей с палатки. Ну, и все вот эти вот беседки, они платные. В зависимости от того, какая беседка, и цена устанавливается. Самая большая она, это наша беседка. Водный велосипед, можно по озеру кататься. Ну, вид здесь это что-то. Впечатление у меня от этого отдыха, от этого блокфеста вообще просто вот... Один позитив. Во-первых, организация очень хорошая. Петровский, Алена, Крымглазами местных, ребята, Дарина, постарались, чтобы мы здесь отдохнули и отдохнули на уровне. К нам приезжал глава города Ялты. Алый чай вот так прям растет. Было много подарков. Было много сюрпризов. Конкурсы, биджей, музыка. Шашлыки мы себе организовали. В общем, праздник сделали для себя очень такой вот позитивный и хороший. В принципе, все в наших, ребята, руках. Если мы хотим... Вообще, если человек чего-то захочет, это все становится реальным. Вот с такого ракурса вам еще картинка. Ну, очень красиво, правда ведь? Берегите лес от пожара. Это уже мангальная зона тут. Ослик тут ходит, конечно. Вот за осликом нужно глаз да глаз, потому что пытается везде где-то у кого-то что-то съесть, куда-то залезть. И с утра весь лагерь разбудил он. И вот это шикарное место над самой Ялтой. Буквально 5 минут езды от автовокзала. Вот оно чудо, кого я вам хотела показать. Нутрия. И сидит на камушке. Посмотрите, какая прелесть. Чистюлечка такая. КОНЕЦ 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 Такое шикарное место. Для любителей рыбалки очень подходит, потому что здесь рыбку вовут. Ну, вроде говорят, что трех килограмм пойманной рыбы надо заплатить тысячу рублей. Чего вы тут нашли? Чего нашли? А еще мы нашли! Ух ты! Это как его, певцов! Вы идите туда, поснимайте! Певцов каких? Уток! а у тогда уток уже снимала а тут что написано такая вот рекламка места действительно шикарные для отдыха очень хорошо все оборудовано а 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 воднячок течет падает в озеро а так все сейчас будут выступать и мы присоединяемся а 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 ну а а а а а а а а а 5-7 минут пешком, вода, воду и все есть. Начиная от стеребущего, проедьтесь по побережью, там найдете такие места замечательные, вы просто влюбитесь, для вас южное побережье Крыма с массой накопления людей, это что-то разное, два разных Крыма. Его нужно попробовать каждому. Я, допустим, начал лет 11 путешествовать по горам, по лесам, в основном моя тема – это горный лес крымский. Пляжи – это так, но летом, когда в лес нельзя, приходится по пляжам, так сказать, шататься. А так мы круглый год ездим на надорожнике в горный лес. В декабре, в январе мы ночевали, то есть дело в снаряжении. Если нормальный спальник, не китайский, который там хотя бы минус 4 держит, даже плюс 2 поставить. У меня на канале есть несколько роликов про бани в лесу. Делается вообще элементарно. А это что, ненормальная горелка? А, это маленький баллончик газовый вот такой вот. Ну, это горелка, типа как светрозащита. Ну, такое, на любителя. Вот такие вот, ребята, кемпинги на колесах приехали. Вот это вообще интересный вариант. Изнутри лесенка наверх поднимается. При переезде это все складывается. Такой огромный прицеп. Так, кто здесь? Народ уже подтянулся. Все на местах. Сейчас пойдем в горы. Так, вот так вот лезь, вот так вот. Паскальзнуться, упасть. Ну, Саня, опять бы вышел. Как всегда. К речке не рекойка. Я стесняюсь спросить, что значит опять? А когда был, простите, первый раз? Что я пропустила? Тихо, все, идите. Нормально. Вот так узнаются подробно. А ты спала, ты спала. Ну, идите, а я тогда сейчас малую поберу. Аленка, пока. Жалко, что я не с нами. Классно. Классно вчера время провела. Ребята, я вам говорю, вот сейчас вот записывайте видео, да, смотрите, есть два варианта событий. Либо там это есть купель, где купаются, да? Либо ее нету. Либо ее нету. Тогда вы снимаете типа дивки, купаются голыми, да? Вау! Интрига, да-да-да. Либо второе, что там вода, как говорится, ее нету. Ее нету. Тогда класс, в Крыму нет воды, даже в горах! Хайп! Ну, в обратку, соответственно. Хотите экскурс по травам? Надо? Ароматы, да? Смотрите, смотрите. Это горная душица. Всем я говорю, Дарина, дура, это не душица. Это горная, крымская душица. Вот это? Потому что поливая, вот посмотрите в руке. Поливая она совсем другая. Это крымская горная мята. Ой, она пахнет. Вот это? Да, это, это. Она лимончиком немножко пахнет. Нет, не точно, не точно. Это которая именно? Вот это вот? Ну, вот это, вот это. Вот это? Вот это? Вот такая вот. Вот это вот. Ну, она уже цвела, да? Вот это обычная мята, да? Вот это вот поливая. Уже все, уже раскрылась, она семечки пускает. Да, это дантной мяты. А это у нее есть латинское название. Ну, в простонародье ее тоже называют. Где? Вот это. Вот оно. Вот по три, где? Видите, у нее как в полыне. С огурной мятой, да? Да, как в полыне. С огурной мятой. Она уже семена пускает. Дубильные вещества от поноса. Хорошо. Вот правую поднимаетесь. Вон, то зубцы Айпетри. Да? Да, кстати, видно. Да, это зубцы Айпетри. Это одна из самых высоких гор Крыма. 1200 и 4 метра отсюда видно. Над уровнем муха. Вам сказали направо или налево. Сейчас мы попробуем. Вот так вот, куда вид классно открывается. Это начало Учхош по-тестки. Три горы. Учхош. Тут заканчивается Айпетри. Начинается Бабуган-Ейла и Никитский перешейк их разделяет. А Бабуган-Ейла это то место, где находится самая высокая гора в Крыму. Роман-Кош. Ее видно. Ущелье. Ее видно. А Бабуган-Ейлу видно с Гурзуфа. Знаете, где беседка ветров белая такая? Да, да, да. Вот плаван этот Гурзуфский. Вот немножко правее самая высокая точка Крыма. Ее не видно с берега моря. Идем к речке. Но не знаем, есть ли там вода или нет воды. Посмотрим по ходу. Но идти на минут десять еще вниз. А потом подниматься назад. К месту нашего лагеря. Очень красивые виды здесь. И в основном сосновые деревья. И они расцветки абсолютно разные. От темно-зеленый до светло-голубой. Так вот дружною толпою. И это не все. На военнопленных не похожи? Да вроде нет. Какие-то сильно веселые для военнопленных. Трогеров отрядки. Тут, наверное, половины нет, да? С тех, кто был наверху. Далеко не все такими стойками оказались, чтобы идти в поход. Хоть и в небольшой. Да. Может, привал. Привал уже, да? Еще пяти минут, наверное, не идем. Как красота какая. Да можно кушать, но только один раз. Ну, как бы не смертельно. Если повезет, то два раза. Не смертельно, да. Да, но потом придется полечиться. Что это делать? О, а это что у нас? Это можно удалить на столе. Ага, дикая яблонька. Вот, когда была пандемия. Мы, по-пословенному коллегу, не знаем. А была? Была что-то далеко? Тогда что была? Она всегда. Ну, как бы далековато от автостанций-то гулять сюда. То тихая, то бурная, но она всегда тихая. Нет, здесь, там, за бугром Счислинское водохранилище. Вот, и оттуда перетекает сюда вода. Ну и понятно, когда дожди, осадки, снега тает, она получается бурная. Все понятно. Но здесь вода течет всегда. Не было еще такого, чтобы она пересыпала. Вот сегодня и посмотрим. Там ее не было, потому что она тепла. Клен какой-то, горный какой-то. Ты молчи! Это клен Стевена. Клен, да. Это был основатель и первый директор Никитского ботанического сада. Он впервые описал это дерево и доказал, что это подвид, который относится к семейству кленов. Клен, да? Клен, вот, не правильно. Клен, да. И дали название в честь него, в честь первого директора Никитского ботанического сада. Листики клена, но очень маленькие. Вода, похоже, есть. Где-то слышно воду. Воду мы уже слышим. Ну не скажи, что тут водопад есть. Здесь даже может столик есть. Место для отдыха. Красота. Еще и дерево так растет. И пещера. Леш, ядовитый. Не рвите. Вот это место. У него сок ядовитый. Джексон наш дал здесь снимать пластелинский колец. Зачем ему целый остров? Блин, вообще. И здесь начинается ущелье Трехгорода. Первые щеги. Ну мы наверх не пойдем. А здесь начинается треш, подъем, наверное, часовой. Двухчасовой подъем. И вот видно, что когда, наверное, вода течет сверху. Прям камни. Она туда глубокая? Не глубокая? Вот она прям течет, течет, течет. Живая вода. Вот она. Дальше. И вот убегает вниз. Продолжаем путь к купеле. Тут совершенно не жарко Очень Хороший воздух Природный кондиционер Водичка течет От нее такой и звук И прохлада Вообще тут так Необычно Как в каком-то волшебном лесу Воды все больше и больше Это одна из купелей Там ниже еще больше И кстати, вода Кристально чистая, прозрачная и холодная И ее глубина очень ошибочная Кажется Сейчас проверим Сейчас Дарина пойдет в купель Пора смотреть сколько там воды Ну да, кажется, глубже Нет, кажется, мельче Все она холодная А мы больше, давай, миллион просмотров Холодная? Да Так Холодная, конечно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если хотите такой лайк И на прогулочку Лайт, прогулочка Там и быстро Вот так вот если присмотреться, как будто слон Голова слона из дерева Видишь, сделано Ага, точно Точно слон? Ну, ты же фотограф, да? Тоже фоткаешь? Супер Сейчас Ну да, прям вырисовывай Надо мне вообще не мешать Организаторы не хотели душем делиться Да, да, да Смотри, как будто Душ там Тем более, что люди идут Такой чистый Сейчас можем нам к вещам пустить О-о-о-о А вон Лей Давай Давай По всем тропам По всему крымскому лесу Вот такие вот Оборудованные места для отдыха Туристы всегда могут остановиться Поставить палатку Переночевать Отдохнуть Покушать за столиком А мы сейчас будем уже идти в обратную сторону Такая вот короткая прогулка Позитивная очень И полезная для здоровья И надеюсь, вам очень понравилась У нас закончилась И на сегодня И мы будем Идти обратно Ребята, вот и кизил Вот он Он начинает спеть А когда он поспеет Он будет Темно-темно-красный И как сейчас Он вязать уже Язык не будет Прям Ох Вяжет А он еще кисленький А он еще кислородный Он идет И он еще кислородный И он еще кислородный Субтитры сделал DimaTorzok